Ну что, начнём. Комментарии и упоминания. Вот появились такие, наконец-таки, комментарии, которые хочется мне прокомментировать. Волга. Вы, Петрович, натурпродукт, отдалённый природой, но недооценённый большинством людей, из-за того, что ошимовали. Вот когда меня не знали, так, в смысле, не видели, а книги были, у людей сложилось мнение там у каждого своё. Потом, когда меня увидели по телевизору и начали там разного рода вот эти вот штучки, хрючки. Так, оболваненных рекламой и другим негативом нашей деятельности, это действительно для того, чтобы людьми лучше управлять, они должны быть намного ниже по своему образованию и интеллекту, чем те, которые им управляют. Чтобы им сказали там, ааа, делаем модную процедурку, о-хо-хо, хорошо, а вот будешь ещё здоровее. А это сделаем вообще там, ты будешь богатый, и здоровый, и богатый. А потом, оказывается, ни здоровья, ни богатства нет. А голливудские звёзды не могут и не хотят принять ЗОЖ. Я думаю, они всё-таки принимают ЗОЖ, но, возможно, не в том виде, в каком... Ведь каждый человек по-своему рассматривает здоровый образ жизни. Для них это одно, для других это другое. Для меня это просто хорошее самочувствие, и я для этого стараюсь сделать минимум, делать для того, чтобы из этого минимума получался максимум. Потому что всё-таки жизнь, это не то, что ты там только и занимаешься для здоровья, для себя. Но ты ещё и как-то так хочешь проявиться. У них другие приоритеты, ценности. Да я бы сказал, у них нету никаких ни приоритетов, ни ценностей. У них есть только следование своим удовлетворению, своих чувственных интересов. Всё, больше ничего нету. У большинства людей 99% ничего нету, понимаете. Так, а запас жизненной силы имеет предел. А вот я как раз, как раз-то и работаю над этим запасом жизненной силы, и на 70-м году жизни, я чувствую себя, одним словом, великолепно во всех отношениях. Значит, далеко не всем его хватает надолго. Ну и естественно, за всем, знаете, вот вы посадили цветок комнатный, вы посадили дерево, у вас есть сад. За всем надо ухаживать. Так точно надо ухаживать. Ну хотя бы, знаете, вот ухаживание заключается в том, чтобы вы не вредили своему цветку, своему дереву, своему саду. Вот это главное, хотя бы вы делали, и оно само будет расти. Я лично так поступаю. Поэтому действительно, если вы в погоне за чувственными удовольствиями, что вы в первую очередь расходуете? Питание, для того, чтобы переварить, жизненную силу надо потратить, табакокурение, алкоголь, наркотическая там зависимость. Это опять-таки на вашей жизненной силе. Это все высасывает вас. Интимные отношения, это тоже ваша жизненная сила. Распилили, и все. И нету ничего. Так, деменцию никому не пожелаю, то есть слабоумие. Слабоумие, забудчивость. Всем доброго здоровья. Ну что, прекрасный комментарий, я на него ответил. Так, дальше идет. Следующий комментарий. Да, Геннадий Петрович, все верно, спасибо. Когда-то и мой вопрос вы разобрали. Я думаю, вы никогда не откажетесь разобрать интересную тему. Если это будет действительно интересная тема, а не пережеванная, разжеванная, знаете, бесчисленное количество раз. Как там похудеть, там еще чем-то такое. Так, недавно смотрел интерьер с диетологом Ковальковым, а мы-то с ним передачу вели на российском канале. Кстати, у «Бегака» мы ввели, значит, «Бегак», была это его основная передача. Я просто выскажу свое мнение. Передача «Бегака» не пользовалась большим интересом у зрителей. И для того, чтобы повысить этот интерес, включили там Ковалькова, меня, Ганечкину и других, чтобы они, знаете, своими рубриками, так сказать, вот, как бы сказать, поднимали этот рейтинг. И вот узнал, а нету «Бегака». И самое, я-то был рядом, я-то был рядом. Подойди ко мне, да спроси у меня, у меня, что и что и как. Диетолог Ковальков, опять-таки, что, что, как. Мы с ними беседовали и были рядом, и он восхищался обилием моих книг. А вот, знаете, вот, еще мне вспоминается такой случай, когда кто-то спрашивает, вот, а вот как вот это делать, вот этот. А тот человек удивленно смотрит на него, говорит, да у тебя же есть Малахов, ты рядом, можешь обратиться. Нет, не обратились. Я вам выложил столько книг, столько, знаете, вот этих знаний на все случаи жизни. Я же по ним живу сам. Что-то я делал активно раньше, чего-то я не делаю. Сейчас я занимаюсь совершенно иными вещами, которые, возможно, потом расскажу. Интересуйтесь. И вот Ковальков, так, про онкологию, который упоминал, что участвовал у вас на программе, на Первом канале. На Первом канале это мало было. Мы с ним больше общались на российском канале, когда вот к Юбигаку на передачу нас приглашали. Опять-таки спроситься. И я еще, знаете, посмотрел, что он говорит, вот детокс. Детокс требует много денег. И под детоксом, понимается, это его изложение. Я нарочно посмотрел, что он, этот диетолог, это, что, и что с этого началась его, значит, карьера на ТВ. Что там рассказывали про уринотерапию, суд, голодание. А что с ним сейчас? Первая группа инвалидности. Наверное, себя надо вылечить. А потом уже других. Спасибо, Светоч, вы лучше. Вот тут я действительно оказался против этих людей Светочем. Некоторых уже нету. Другие больны, рассыпаются. А я еще как огурчик. И все могу. Ну, кажется, все могу. Но это не значит, что надо вот именно в это дело лезть. То есть уже ум работает. Что, грубо говоря, можно, что нельзя. Хотя можно все. Но ты себя не отдергиваешь, а просто-напросто понимаешь, что... А вот это не надо делать. Так вот, насчет Ковалько. Значит, детокс. Надо много денег. Ложитесь, значит, под аппарат, который вам чистит кровь. Там вот это вот почки, шмочки, там, знаете, искусственная почка. Ну, позвольте. Есть другие методы, которые вас могут почистить. Кстати, он там упоминает, что один человек любил жирную пищу. Он там наедался каждую неделю. Потом там это самое. На искусственной почке откачивали этот жир. Там вот этот самый. Ну, так прекрати. И жир, жирную пищу, в конце концов, детокс делается очень просто с помощью питания. Меньше продуктов. Вообще меньше продуктов. Это уже одна форма детокса. Если вы меньше смешанных продуктов, это уже вторая форма детокса пойдет. И если вы, наконец-таки, более-менее будете натуральные продукты отбирать, то это третья форма детокса. Знаете, простая, без всякого экстрима. И, наконец-то, если вы просто голодаете. Если вы голодаете, допустим, на талой воде, на дистиллированной воде. Если вы делаете клизмы. Если вы еще делаете чистку печени. Если вы еще там потеете. Активно движетесь. Это детокс просто-напросто, знаете, физического тела. А еще есть детокс умственный. Шлаков. О нем тоже, вроде бы, говорят. Ну, как это сделать, что это сделать. И вот эти умственные шлаки, основанные на наших побуждениях, на наших привычках. Вот, хочу и все, не считаясь. Естественно, они, начиная с ума, загрязняет наше тело. Так что я удивлен. Да, люди, он довольно-таки богатый человек. Тут обращаются люди. И вот теперь вот просто-напросто не хочу сказать, что там он плохой диетолог или еще. Но, и разные случаи у каждого действительно бывают. Врачи болеют. Ну, болеют. Врач же такой человек, да. Ну, в любом случае, в любом случае. Вот, еще раз только я вам повторяю, который раз. В 30 лет человек, куда он молоденький, скачет, как зайчик. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И что-то вам рассказывает. А вот когда в 60 лет, когда в 70 лет, что с ним, с этим человеком стало? Вот это совсем другое дело. Вот на кого надо бы равняться. Посмотреть. А что он из себя представляет в 60, в 70 лет? А он, оказывается, развалена, больная. Вот тут-то и вы поймете, вот, светоч это или не светоч. Так, дальше. Геннадий Петрович, в ваших книгах находили информацию о том, что перед операцией полезно поголодать. Какая рекомендация длительность голодания и за сколько дней до операции, если это касается замены хрусталика в лозу при катаракте? Да, никакой. Это особо... И вообще, знаете, надо не допускать себя до операции. Ну, с катарактой, знаете, вот, есть такие операции, и, кстати, их всё внудряет. Вот, это легко и просто. Вот раньше не знали, как этот хрусталик менять. Для врачей это было очень сложно. Потихонечку разработали процедуру, подобрали этот хрусталик и так далее. И вы видите, обилие пожилых людей в чёрных очках ходят днём. То есть, не до конца они что-то там проработали, но, тем не менее, человек всё-таки видит лучше. И это отработалось. Далее пошла замена суставов. Ну, можно же и без этого обойтись, если вовремя спохватиться и кое-что знать. Оказывается, знаете, вообще, вот знания, они есть. Они есть. Но никто не хочет их искать. А даже то, что уже найдено и изложено, допустим, у меня в книгах, у других людей в книгах, она как-то ионорируется. Так что хрусталик заменили, да и дальше, значит, как было, так и есть. Вы так стараетесь донести до людей важнейшую информацию. Действительно, а здоровье – это важнейшая информация вообще. Это фундамент, с которого начинается ваша жизнь. Вот родился ребёнок, если он здоровый, он дальше развивается, пошло-пошло как по накатанной. А если он уже родился и что-то там во время вскармливания, грудного или искусственного, что-то произошло, животик там заболел и так далее, и покатилось, поехало, он уже никакой. Ему очень трудно, допустим, со здоровьем. Ему уже больше на это здоровье обращают внимание, то-сё, всё это там сделать. Ему уже там, грубо говоря, не до гулик, не до того, чтобы что-то там придумать, сделать, поскакать и так далее. Ему не до этого. Жаль, что многие даже не подозревают, тверждую своим знакомым, смотрите, слушайте. Да, вот они думают, что за них это всё сделать. Кто-то за них сделает детокс, пойдёт там в больницу, там сделает детокс. А вместе с этим детоксом там могут такие вещи из организма вымываться, что, знаете, что может быть очень плохо после всех этих детоксов. Не интересно, не важно, ну и не надо. И я поэтому говорю, ну и не надо, смотрите вот на меня, вот что я делаю, как я выгляжу, чем там я занимаюсь, что там в плане материальном, физическом, ну и скажем так, и духовном. Светоч, вы номер один в науке о целительстве. Я бы так сказал, в науке о здоровье человека. Не хочу я быть целительным, чтобы кого-то исцелять и так далее. Я понял одно. Организм человека – система самовосстанавливающаяся. И если мы создаём правильные условия, то он сам себя восстанавливает. И заболевание это возникает из-за того, что мы за счёт вот этой неправильной жизни, которая заключается, я уже нашёл, в чём она заключается, основные звенья в неправильном мышлении, в неправильном распорядке дня, в неправильной двигательной активности и в неправильном питании. Четыре, четыре составляющие. Больше и не надо. Вот говорили три кита здоровья. Нет, на мой взгляд, их четыре. И манипулируя своим сознанием, распорядком дня, физической активностью и питанием, мы восстанавливаем свой организм. Он сам восстанавливается, дайте ему возможность. И у него это должно быть правильное мышление у человека. Не хаотическое, как говорится, не стрессорное мышление. У него должен быть распорядок дня, вовремя встал, вовремя лёг. У него должна быть физическая активность, потому что весь организм человека, он состоит из мышц, и он завязан на физической активности. Если её нету, ни гормональная система не работает, о которой опять-таки Ковальков говорил, вот у кого там гормональная система работает, тот прекрасно выглядит, а у кого не работает. А почему она не работает? Да потому что стимула нету. И стимул это делается за счёт именно физической нагрузки. Физическая нагрузка разного рода. Самая простая – это ходьба. Ну и наконец-таки питание. Ведь то, что мы с вами вводим внутрь организма, мы это всё должны переработать, усвоить и вывести. То есть это большая нагрузка. В первую очередь энергетическая, во вторую очередь, а может быть даже в первую очередь, это информационная. Мы информацию, которая вводится вместе с продуктом, мы её должны разрушить, сделать своей. Всё, больше ничем мне там не надо заниматься, какими-то, знаете, там этими самыми процедурами или ещё. То есть практически ничего не надо нам, что мы считаем, что в травах поедим, в витаминах поедим и ещё. Всё должно быть естественно. И я вот за вот эту естественность, и я как раз вот говорю, а что ты там ешь, что ты там ещё. Да я вот не врежу себе, я стараюсь себе не вредить и нормально, то, что там жена за то, и то я и съел. Который собрал много информации, так важно собрать не много информации, а важно отобрать такую информацию, которая работает и которая, знаете, действительно касается здоровья человека, его поддержания и укрепления, а не просто какую-то, лишь бы он рассказал, витамин Д, вы его не едите. Я его не ем, например. Ты видишь, я какой. А вы не едите, да, ой, да вы тут загнётесь, грубо говоря, в ближайшие там 2-3 недели. А вы-то не едите, ой-ой-ой-ой. Да я ничего не ем, вот жена готовит, что готовит там она. Я ем, но не переедаю. Более-менее как-то там сочетать стараюсь, как это всё можно. Дело не в обилии информации, а дело в правильной, в нужной информации, которую вам понятны, которую вы можете применить и применяете. Это-то получается эффект. По эффекту вы судите о том, это ваша информация, или это не ваша информация. Она вам помогает, или она вам вредит. Вот Ковальков сейчас говорит, вот изменилось мнение о модной процедуре, связанной с вот этим вот там, что сделали там. Модную процедурку. То есть вот, если мы возьмём Жириновского, который сделал 7 модных процедур, и по логике вещей, тех, которые вот это всё говорят, что это всё должно укрепить, ух, как! А человека не стало. Кто расскажет, почему это произошло? Собрал много информации, нужной информации. Я читал всё. Ну, пришёл к выводу, значит, для себя, что, допустим, вот есть китайская медицина, есть вот эти, значит, иглоукалывания, есть там, допустим, ещё что-то там, какие-то там рейки есть, ещё что-то там, гипнозы и это. А как вот это всё без всего этого обойти, чтобы было эффективно? Потому что вас заипнотизировали, вы потом там опять там напились, рейки, ещё что-то, вы опять там объелись, каналы там вам иглоукалывания сделали, а вы ещё там, грубо говоря, на очередной какой-нибудь там вечеринке подрались с кем-то там у вас тут флуктуации, так сказать, ненависти и прочее, прочее. И всё пошло на смарку. Как сделать так, чтобы вот этого не было, тех причин, которые ведут? И продолжайте делать, это делать, да, и я вот продолжаю это делать. Ещё разок посмотрите на меня, вот как я выгляжу в настоящий момент без одежды. В ком живёт, это истинно о жизни, тот понимает. А разнородные придирки к мелочам, это люди недалёкого ума. Ну, значит, вы лидер по внедрению в массы самая лучшая целительная информация, оздоровительная, так сказать, информация по поддержанию собственного здоровья, чтобы она была эффективная и просто. И вот опять-таки, надо, вы знаете, для того, чтобы не говорить вам, ой, а вот эти вот продукты, там что-то там вам не подходит, они там что-то склеиваются, или ещё что-то, знаете, гематесты, ещё что-то там такое, задурили голову. А просто и ясно сказать, что, что там, как этот самый. Вот из всего вот этого отобрать то, что работает. А всё остальное, всё остальное, всё это лишнее. Вот так вот. Это лидерство, знаете, потихонечку она начинает проявляться, потихонечку. Потому что приходят люди и видят воочно, что, чё и как. Я даже это особо уже перестал, знаете, как бы сказать, вот я, вот я, вот я. Но люди уже сами видят. И более того, я вам на канале показал и через голод провёл. И вот я занимаюсь изодинамической гимнастикой. Люди в виду, без травм, они растут в результатах, они растут в энергетике, они довольны, их мнение вы видели. Ну и так далее. Я дома и в жизни, в своём окружении, когда спрашивают, как тебе удаётся быть такой жизнерадостной и стойкой, отвечаю, мой учитель Малахов. Хорошо. И я как учитель должен, ну, так сказать, желательно, если вы действительно считаете себя учителем, подтверждать это высокое звание во всех отношениях. это искусство. Это искусство, да, это искусство, которому я стараюсь вас обучать на этом канале. Причём на собственном примере уже, потому что как-то иного не существует. Совершенство тела и духа. Как важно это учение, как в этом свете жить правильно и гармонично. Спасибо, но мы ещё не подошли даже, как жить правильно и гармонично. Потому что вот эта вот система, которая во всём мире, вот это денежные отношения, знаете, у кого-то много-много денег, и которые через деньги нам спускают вот это вот, то-то будете делать, вот это вот, вот это вот так вот будете делать. Это неправильно. И вот когда у людей в сознании, в конце концов, разовьётся до того, что все люди чего-то заслуживают, и жить одним людям за счёт других, это не есть хорошо. Это неправильно. Но, как бы сказать, пусть там кто-то больше получает, кто-то меньше, но создавать механизмы подавления других людей через разного рода вот эти вот структуры общественные, это совершенно иное. И вот когда люди дойдут, чтобы всё это переделалось действительно в гуманную, человеколюбивую, человеколюбивое общество. Вот это другое дело. Да, будут, конечно, лидеры, будут богатые люди, но не за счёт того, что он подавил, а за счёт того, что он лучше других. И пусть другие, смотря на это, тянутся, за счёт чего лучше понимают, а не за счёт того, что у меня деньги есть, и сколько бы ты там ни зарабатывал, у меня эти деньги всё равно там больше будет. Как важно это учение, как на самом деле жить правильно, гармонично. Спасибо за то, и спасибо вашей жене Нине, что поддержит вас в тылу, окружая вас заботой, теплом и уютом. Сделать жизненное пространство для себя благоприятным и для миллионов людей это превосходно. Аплодирую стоя. И я аплодирую стоя. Браво! 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 Браво!